Жертвы крошечных кровопийцев рискуют стать каждый житель Тверской области. С оступлением весны и тепла просыпаются не только первые цветы, но и клещи. Переносчики смертельно опасных инфекций энцефалита и боррелиоза. В регионе 12 муниципалитетов являются эндемичными. Там, согласно данным Роспотребнадзора, обитает большое количество кровососущих паразитов. Специалисты ведомства рассказали нашему корреспонденту, сколько жителей Верхней Волжи уже попались в цепки лап и клещей в первые весенние теплые дни. Во, во, лапки, видите, шевелятся. Этот клещ вышел на охоту одним из первых в этом сезоне. Жертвой стал домашний пес во время выгула в городской зеленой зоне. Впрочем, стандартная ситуация. Любители гулять в парках хоть раз досталкивались с клещами. Под атакой паукообразных кровопийцев оказывались либо сами люди, либо их четвероногие спутники. Например, в парке «Текстильщик». Здесь тоже слышал, по-моему, собачки, кошки цепляют. Знакомых кусали. У моей бабушки собаку укусили пару раз. Знакомые, да, с собаками гуляли здесь, здесь были клещи. Вроде хожу каждый день здесь, но пока еще я не поймал. Вот где вот листва, трава, а то и дерево мог упасть. Они такие клещи. Обычно паукообразные кровопийцы пробуждаются после зимней спячки уже в начале апреля, как только сходит снег и сразу же начинают охотиться. Понятно, что их еще немного в это время, но где-то к второй половине апреля, особенно в мае, отчасти в начале июня, доступает пик численности клещей, когда наиболее вероятно их получить. То есть они в это время особенно активно нападают на теплокровных млекопитающих, в том числе на человека. Эти не особо привередливые насекомые прекрасно себя чувствуют и в дикой природе. Больше всего их в лиственных лесах. Но и в городской черте не испытывают никакого дискомфорта. А парки и вовсе их излюбленные места обитания. В город это места, где достаточно высокая трава рядом с лиственными зарослями. Это взрослый клещ. Вот он в том числе питается на человеке, хотя человек не является его объектом питания специфического. Он скорее попадает на человека случайно, и на человека он не имеет никаких шансов, человек его уничтожает. И для них это, в общем-то, неудача в жизненном цикле, когда клещ попадает на человека. Это крошечное насекомое вызывает огромный ужас у человека. Ведь один клещ может обеспечить целый список проблем со здоровьем, так как является переносчиком таких смертельно опасных для человека инфекций, как энцефалит и боррелиоз. Пока, к счастью, в Тверской области обошлось без жертв. В настоящий момент, вот за 14-ю неделю, у нас обращений граждан медицинской организации по поводу укусов клещами не поступало. Остается 12 территорий, которые эндемичны по клещевому вирусному энцефалиту. То есть это опасное заболевание, да? Это Вышневолодский, Западнодвинский, Калининский, Кашинский, Конаковский, Краснохомский, Лихославльский, Максотихинский, Нелидовский, Оленинский, Ромешковский и Торжокские районы. Кровопийцы могут обитать и в пределах дачных огородов, предупреждают специалисты. Поэтому прежде чем отправиться на природу, на дачу или на прогулку в парке, нужно правильно подбирать гардероб. Например, обтягивающая одежда может стать препятствием на пути к лакомам для него частям тела, под мышкам, шеи, голове, там, где тонкая кожа. Также стоит заправлять брюки в носки и носить головные уборы. Лучшая защита от нападения – это внимательность. Необходимо как можно чаще себя осматривать, ведь клещ маленькой насекомой. И, по словам биологов, оно очень медленно перемещается. И клещ может блуждать по человеку три, а то и четыре часа. Если вдруг все-таки человек попал в цепкие лапки этого кровожадного насекомого, то необходимо обращаться за помощью в травмпункт. Там клеща правильно извлекут. В дальнейшем его можно сдать на исследование на наличие инфекции. Например, на Дарвина-13, либо в любую другую лабораторию. В случае, если есть отклонение, то пациент получит необходимое лечение. Не стоит уповать в таких случаях на авось.